Здравствуйте! Что-то мне подсказывает, что это видео будет коротким, потому что FIO Q7 это безусловно новинка, но никакой интриги в ней нет, потому что данный ЦАПа усилитель является практически полной копией Hi-Fi плеера FIO M17 с такой же по начинке, по качеству звучания, по характеристикам, по своей эргономике, расположением каких-то разъемов. И единственное, что для него нужен транспорт, то есть то, откуда будет поступать звук. Я, конечно, распаковки не люблю, это не мое что-то такое из обзоров, но когда видишь эту огромную коробку, вот это все, это хочется распаковать, потому что есть от этого свои впечатления, свои эмоции. ЦАПа усилитель сразу же поставляется в чехле, и мне он безумно нравится, потому что обычно чехлы уродуют красивые устройства. То есть сам по себе FIO Q7 симпатичный, но в этом чехле он смотрится еще лучше и, естественно, защищает его, при этом в нем все равно можно легко пользоваться всеми основными функциональными клавишами и регуляторами ЦАПа усилителя. Из каких-то внутренностей коробки, которые еще также интересны, это подставка с активным охлаждением с вентилятором. Мне она очень понравилась в FIO M17, и я рад, что она здесь присутствует. Для чего он вообще здесь нужен? Тут уже немножко расскажу про характеристики. В качестве ЦАПа, естественно, используется топовый ES9038 PRO. Усилители это то же самое, что и в FIO M17 THXAAA 788+, шикарный топовый усилитель, который в портативном режиме, не подключая ни к чему, ни к чему, не подключая ничего к ЦАПу усилителю, может дать полтора ватта мощности. При работе от сети 3 ватта, и уже в таком случае нам вполне может пригодиться вот эта подставка охлаждающая. И смотрится она очень-очень-очень симпатично, красиво, мне нравится. То есть такой аксессуар цепляющий. Не знаю почему, это лично мое, мне понравилось. Из внешнего вида единственное, что меня вот, ну, умиляет, что я не понимаю, это подсветка. То есть я его пока тестировал, дома он у меня лежит на столе, мигает, и точно так же у меня мигает новогодняя елка. То есть вот, ну, что-то такое праздничное, ну, когда шутка, вот, ну, ай, ладно, ну не мое это шутить. Я сколько стараюсь больше какого-то юмора позитива, но как-то, видимо, юмор это не совсем про меня, к сожалению. В остальном же все очень удобно. Наверху у нас есть четыре разъема, четыре выхода. Это 6,3 мм, 3,5 балансные, 4,4,2,5 мм. С другой стороны у нас оптические коаксиальные входы в разъем USB и также два регулятора. Один у нас отвечает за то, от чего будет питаться ЦАП-усилитель от батареи, либо же от кабеля, от зарядки, и будет ли он заряжаться в данный момент. По звучанию, ну, что здесь говорится? То же самое, что и про FIO M17. Это, естественно, мониторное звучание без каких-то там своих характеров, своих подач, своего добавления окраса, можно называть как угодно. Естественно, это прекрасная детальность, прекрасные разрешения, контроль низких высоких частот, всего чего только возможно. Это избыточная мощность, даже в обычном портативном режиме он спокойненько раскачивает 300-томные наушники, всевозможные планарные наушники. Громкость вроде как с минимальным запасом, но все равно есть. Когда мы его включаем в активном режиме, когда в стационарном, то уже мощности для чего угодно, кроме электростатов, будет вот достаточно. Вот. Будет с избытком. В чем особенность этого ЦАПа-усилителя, почему мне он настолько нравится и есть определенный восторг. На секундочку, он в два раза дешевле, чем FIO M17 и при этом такой же по качеству звука. И M17 среди Hi-Fi плееров очень хорошо себя чувствует. То есть по соотношению цена-звук это хороший, замечательный, добротный плеер, который хорош по сравнению со своими конкурентами. Соответственно, при стоимости в два раза ниже найти каких-то конкурентов, ну, не знаю, сложно, очень сложно. И в чем большое преимущество FIO, хотя в принципе у топпинг это тоже классно реализовано, это беспроводное соединение. Для того, чтобы услышать разницу между приемом на него сигнал по Bluetooth через LDAC и через проводное соединение, чтобы услышать эту разницу, ее нужно выслушивать. Просто выслушивать. Нет такого, как было раньше, что, ну, Bluetooth, он в любом случае там и низкие частоты страдают, и высокие обрезаются, там тоже непонятная какая-то свистопляска получается. Здесь это присутствует, но в очень и очень малой степени. Поэтому по сравнению с многими другими ЦАПа-усилителями, которые вы можете найти в такую же стоимость, у него есть эта возможность. И это очень удобно, и я этим пользовался. Я послушал его какое-то время просто через кабель, но потом понимаю, зачем. Если через Bluetooth удобнее, это круто. И для кого создан этот ЦАПа-усилитель? Для тех, кто хочет переносить куда-то хороший звук с собой с дома на работу, куда-то в командировку, еще куда-либо. И даже банально можно взять этот ЦАПа-усилитель, отключить его от компьютера, где он у вас работает в качестве внешней звуковой карты, и пойти на балкон, насладиться закатом с прекрасными наушниками. Все это тоже возможно. Прекрасное устройство. Я не вижу вообще каких-то причин для того, чтобы его ругать, либо же как-то до него докапываться. Очень крутое, очень классное устройство. Мне понравилось. На этом свое видео-впечатление буду завершать. Если вас он заинтересовал, то по ссылке в описании сможете его найти. Подписывайтесь на наш телеграм, на мой телеграм-канал, где новости про новинки выходят значительно чаще. И на этом, в общем-то, все. Желаю вам мира и здоровья. До скорой встречи.